Здравствуйте! В эфире информационная программа IRON News. Главные новости за эту неделю и в этом выпуске вы узнаете. Во Владикавказе установили памятник городовому, какова идея создания скульптуры и непосредственно реализация проекта. Массовое отравление в Беслане. Что стало причиной и в каком сегодня состоянии находятся больные? Пластиковые карты вместо паспортов. Миф или реальность? Спросим мнение горожан об этом нововведении. А также, как провести досуг. Афиши спектаклей на эти выходные. Об этом и многом другом узнаете прямо сейчас. Массовое отравление в Беслане. Эта новость вызвала широкий резонанс в обществе, достигнув центральных каналов. Что явилось с причиной отравления 10 человек и в каком сегодня состоянии находятся больные? Репортаж Дэвида Мамедова. Станислав Калоев находится в отделении реанимации. Трудно было представить, что такого здорового мужчину может сломить какая-то болезнь. За день до этого Станислав вместе с друзьями в гараже неподалеку от дома решили пожарить пойманную рыбу. Но через некоторое время все 10 человек отравились и были госпитализированы. Что же стало причиной отравления? И в каком сегодня состоянии находятся больные? Мы отправились в местную больницу, чтобы проверить состояние пациентов. И были приятно удивлены тому, что само чувство большинства заметно улучшилось. В этом огромную роль сыграли врачи, которые помогли выйти из комы Станиславу Калоеву, одновременно отслеживая состояние и других пострадавших. Как сейчас себя чувствуете? Себя я сейчас чувствую очень хорошо, благодаря врачам, которые нас просто выточили с того света. На момент госпитализации молодые ребята только догадывались, что стало источником отравления. Лишь предполагали, что причина крылась совсем не в рыбе, а в соли, которую перепутали с химическим веществом, нитритом натрия. Со слов пострадавших, это соль, якобы соль, она находилась в пакете у них, немаркированном. То есть это, значит, похожее вещество на соль, откуда и кто его принес, когда хранилась в гараже. На тот момент люди не знали, что это такое. Ну, под видом соли они обработали рыбу и пожарили и поели. И в зависимости от того, кто сколько съел, кто во сколько ел, она как жарилась в горячем виде, подавалась на стол. И поступали, естественно, к нам по мере того, кому как становилось плохо. В коридоре родители, родственники и друзья, которые периодически сменяли друг друга. Среди пострадавших оказались как студенты, так и взрослые. От 20 до 40 лет. Я очень быстро после того, как попробовал вот это блюдо, минут за 15, наверное, 20, я уже чувствовал, что со мной что-то не то. Я очень быстро, говорят, начал терять сознание. Вообще меня в коме сюда привело. Посинение полностью, губы, губы, все на свете абсолютно. Ты тоже рыбу ел? Рыбу не ел, ел отживку, в которую добавляли тоже соль. За голова болела, слабость была. И в моменте так тошнота была. Напомним, нитрит натрия применяется как пищевая добавка Е-250 в качестве антиокислителя и антибактериального агента. В очищенном виде представляет собой белый кристаллический порошок. Употребление в пищу более 0,6 грамма этого вещества является крайне опасным для здоровья. Выдача внутренних паспортов должна прекратиться по всей России с начала 2016 года. Основным удостоверением личности в стране должны стать пластиковые карты. Пилотный проект по выдаче карт стартует с середины 2015 года. Подробности в следующем материале. Федеральная миграционная служба предлагает уже через два года полностью отказаться от выдачи россиянам внутренних паспортов. На фоне идеи ЛДП размещать в них текст гимна России. При этом процесс перехода на 10-летние пластиковые карты с фотографиями и чипами может начаться с пилотных регионов уже через полтора года. Прежняя версия документа предусматривала переходный период до начала 2025 года, в течение которого внутренние паспорта могли бы выдаваться населению наряду с пластиковыми картами. Одно из двух по выбору человека – или карта, или паспорт – и действовали бы вплоть до 2030 года. Однако доработанная версия этого уже не предусматривает, то есть паспорта, как следует из финальной редакции, начнут отмирать девятью годами раньше, чем до сих пор планировалось. Лучше или все-таки хуже быть? Ну, знаешь, я не пользуюсь пластиковой картой даже в банкомате. Ну, вот какие-то там сложности вот бывают. Мне они зачем нужны? Это так надежно, и вот я уверена в этом все. Мне все равно, что пластика, что паспорт. Паспорт есть, есть. Вот, которые сейчас действуют. И рворуют просто элементарно, берут каэдиты на них. А пластика, авокарда, на нее уже не возьмешь. Возможно, что делать всякие махинации нечестным людям, и всякое-всякое. Должен быть строгий закон, и человек не должен махинации делать. Ну, допустим, я сейчас бываю в Венгрии, в Дагестане. Но в Дагестане, допустим, сколько людей бывает, и всем же не скажешь, допустим, что есть, что нет. Вот каждый, допустим, покажешь, и все, там все же данные есть. Паспорт и все сведения, с пластиковой карты только будет фамилия и отпечатки пальцев. Работник полиции оставил человека, он перевернул паспорт, и уже знают все данные. Не придется ему в компьютер лезть и тому подобное. Я думаю, паспорт лучше. Выдача внутренних паспортов, согласно законопроекту, должна прекратиться по всей России с начала 2016 года. При этом пилотный проект по выдаче карт стартует на полгода раньше, с середины 2015 года, и охватит регионы, которые предстоит определить федеральному правительству. После этого ранее выданные внутренние паспорта будут сохранять силу в течение указанного в них срока действия, хотя пластиковые карты станут основным удостоверением личности в стране. Сейчас регионы строят инфраструктуру для развития ВЭК, универсальной электронной карты, но известно одно – расходы на внедрение проекта зачастую не посильны для их бюджетов. В преддверии профессионального праздника российской полиции 7 ноября на пересечении проспекта Мира и улицы Куйбышева администрация местного самоуправления Владикавказа установила памятник городовому. Скульптура – знак благодарности тем, кто охраняет уют и покой столицы Северной Осетии. 10 ноября в России отмечают День полиции. Отвагу и мужество сотрудники органов внутренних дел не раз демонстрировали при исполнении служебного долга. Администрация местного самоуправления Владикавказа решила преподнести свой подарок блестителям порядка и закона нашего города. В преддверии профессионального праздника российской полиции 7 ноября на пересечении проспекта Мира и улицы Куйбышева мэрия Владикавказа установила памятник городовому. Скульптура – знак благодарности тем, кто охраняет уют и покой столицы Северной Осетии. Место установки выбрано не случайно. В царское время на крыше одного из зданий, расположенных на пересечении этих улиц, располагались стражники, которые следили за порядком на улицах города. На 70-тысячное население Владикавказа насчитывалось всего 100 полицейских, которые отвечали за порядок буквально во всем, вплоть до своевременной поливки улиц. Идея создания скульптуры принадлежит главе администрации города Сергею Зантиеву. Реализацию данного проекта доверили скульптору Ибрагиму Хаеву. Его работы, выполненные в непривычном для города стиле, успели полюбиться жителям и гостям Владикавказа. Скульптуру «Ослик с собакой, мальчик с камерой, нардисты» добавляют в Владикавказу неповторимый колорит. И, несомненно, скульптура «Городовой» станет неотъемлемой частью городской архитектуры. А сейчас, как всегда, специально для любителей театральных представлений, афиша спектаклей на эти выходные. На малой сцене русского театра в пятницу зрители ожидают спектакль за закрытыми дверями Жампуля Сартера. В просторную комнату с тремя лежаками и мягкими стенами по очереди входят нервный молодой человек и две встревоженные дамы. Выясняется, что они грешники, причем уже умершие. Трус, расстрелянный за дезертирство, и две убийцы. Сейчас они попали то ли в ад, то ли в чистилище и запертые. Вместе они непрерывно спорят. Каждый пытается выведать у других, за что они здесь оказались. При этом старается скрыть правду о себе. Очень скоро герои начинают понимать, что адские мучения как раз и заключаются в этой взаимной лжи. Они не могут ни уйти друг от друга, ни убить друг друга, так как уже мертвы. Начало спектакля в 18 часов. А уже в субботу спектакль последний по пьесе Максима Горького. В воскресенье 10 ноября на сцене русского театра «Сказка для детей. Три поросенка. Начало в 11 часов». А уже под вечер остросюжетная мелодрама Юрия Полякова «Одноклассница» о школьных друзьях, собравшихся на 40-летний юбилей у своего товарища, искалеченного на Афганской войне. Судьбы одноклассников отражают современные реалии. Пьеса насыщена интересными характерами, юмором, комедийными ситуациями. Режиссер-постановщик, народный артист России, заслуженный артист Северной Осетии Вячеслав Вершинин. Вы смотрели информационную программу «Айрон Ньюз». Если у вас есть интересные новости, то звоните нам по номеру 54-26-73. И мы обязательно об этом расскажем и покажем в нашем следующем эфире. Хороших вам новостей и приятного отдыха. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова